Друзья, всем доброго дня! Сегодня мы поговорим с вами про формы глагола to be в настоящем времени и разберем, как употреблять утвердительные предложения с этим глаголом. Давайте начнем с того, что глагол to be в английском языке является одним из основных и переводится как быть, находиться, являться. Давайте рассмотрим с вами несколько примеров. My cat is black. Моя кошка черная. Дословно мы переведем, как моя кошка есть черная. They are at home. Они дома. Дословный перевод будет звучать, как они находятся дома. I am a doctor. Я врач. Дословно мы переведем, как я являюсь врачом. Вы, наверное, заметили, что на русский язык эти слова быть, находиться, являться мы опускаем. Давайте теперь непосредственно перейдем к формам глагола to be в настоящем времени. Для местоимения I, я, форма глагола будет звучать, как am. I am. Для местоимений you, we, they, ты, вы, мы, они, форма глагола to be будет звучать, как are. You are, we are, they are. Для местоимений he, she, it, он, она, он, она для неодушевленных предметов, форма глагола to be будет звучать, как is. He is, she is, it is. Давайте рассмотрим еще несколько примеров. I am a student. Я студент. Дословный перевод, как я есть студент. После местоимения I глагол to be стоит в своей форме am. My mother is a housewife. Моя мама является домохозяйкой. My mother мы можем заменить на местоимение she. Соответственно, после этого существительного мы поставили глагол to be в форме is. We are on holidays. Мы находимся на каникулах. We, местоимение мы, после него, форма глагола to be are. Pupils are in the class. Ученики находятся в классе. Pupils можно заменить местоимением they. После этого местоимения мы ставим форму глагола to be are. This dog is very clever. Эта собака очень умная. This dog можно заменить местоимением it. Соответственно, после этого существительного будет глагол to be в своей форме is. Давайте теперь перейдем к практическому упражнению. Вам дано предложение, и необходимо поставить верную форму глагола to be в настоящем времени. После местоимения he мы помним, что форма глагола to be звучит как is. He is a waiter. Следующее предложение. They children. Они дети. Они являются детьми. Соответственно, здесь просится глагол to be в своей форме are, так как после местоимения they форма are в глаголу to be. Следующее предложение. My sister is a singer. Моя сестра певица. My sister мы сразу думаем, что можно заменить на какое местоимение. На местоимение she. После she форма глагола to be звучит как is. Соответственно, my sister is a singer. Следующее предложение. I 35 years old. С возрастом у нас в английском языке также употребляется глагол to be. Здесь выбор достаточно прост. После I форма глагола to be звучит как am. I am 35 years old. Мне 35 лет. Следующее предложение. These little boys clever. Эти маленькие мальчики умные. Мы сразу думаем, какое местоимение подойдет. Эти маленькие мальчики заменяем местоимением they, они, и после него глагол to be стоит в своей форме are. These little boys are clever. В принципе, это все, что я хотела сегодня рассказать. Спасибо большое за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Новые видео выходят достаточно часто. Буду рада, если вы будете задавать свои вопросы в комментариях, а также продолжать изучать английский язык со мной. Всего доброго и пока. До новых встреч. Goodbye.